Кооператива Кооператива это примерно 35 отдельных офисов для компаний из разных областей, из IT, из креативных индустрий. Просто из компании, которым нужна вот такая вот офигенная, мотивирующая, провоцирующая инновация, атмосфера для сотрудников. Мы считаем, что компаниям лучше, когда у них есть отдельное полностью свое пространство в сочетании с офигенным общественным пространством, где будет и амфитеатр, и бар, и классный руфтоп, и террасы, большая парковка, атмосфера, которую невозможно создать, если ты варишься в собственном соку. Поэтому мы переезжаем в конце ноября, все офисы будут открыты до нового года, присоединяйтесь к нам, а в следующем году мы откроем руфтоп. Всем привет! Мы на Золотых Воротах, сейчас мы пойдем с вами к Кооперативу. Кооператив находится в самом центре. Ярослав Мудрый. Сейчас мы заходим на Ярослав Вал, улицу, которая соединяет Золотые Ворота и Кооператив. Единственное, что я умею, это ходить, поэтому я хожу быстро. Мы выбрали место Кооператива не случайно, для нас это самое теплое и самое классное место в Киеве. Недавно здесь открылась галерея СЭД. Ярослав Валу вообще много мест, которые очень близки нашему сердцу. Здесь есть места на каждый карман, здесь атмосфера, как будто находишься в Кройцберге или еще в каком-нибудь более классном месте. На мой взгляд, самое такое чувственное, самое искреннее, самое такое настоящее место Киева. Сейчас 18 октября 2019 года, за бортом 20 градусов плюс. Заходим на Львовскую площадь, здесь супер! Ну что ж, защищем сколько нам пройти от Львовской площади до Кооператива? Скорей, 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 скорей! 3 минуты 52 секунды. Передаю стафету Ване, главному архитектору Кооператива. Сейчас он покажет более детально, что у нас происходит наверху. По всем вопросам обращайтесь сюда. И за лучшие комментарии под этим видео целый ящик пива Ноа. Немножко расскажу, что происходит в данный момент. Все несется. Что важно знать о Кооперативе? Во-первых, это очень классная локация. Во-вторых, это много пространства вокруг. А если вы хотите быть нашими соседями, то, пожалуйста, напишите девушке, которую зовут Анна Мария. И она лично сделает вам экскурсию. Гипсокартон несется? Луцартаж несется. Мы идем на четвертый этаж. На самом деле, с него начнется открытие. Это самый главный этаж в Кооркинге. На нем основное общественное пространство. Все мероприятия, которые будут проходить масштабные, они будут проходить именно на четвертом этаже. Как и анонсировали. Да, это самый главный этаж, который откроется буквально в ноябре. Здесь будет офис Федерев и еще два небольших офиса. Вот с этой стороны будет антресоль, который вот-вот начнут на этой неделе. На антресоле будет находиться игровая комната. Позже будет встроенная кухня с баром. Во всех офисах есть природный свет, поэтому это будет просто зашибись. Привет, Ваня. Это Ваня. Он делает весь пол. Видите, какой здесь офигенный пол и как быстро он делается? Его делает Ваня. Это будет офис Андрея. Будет стоять стол и такая лаунж-зона. Здесь будет отдельная рецепция Федерев с маленькой лаунж-зоной при входе. И дальше вот таким вот образом отдельными блоками идут переговорные комнаты. Они сделаны такими небольшими боксами разных размеров, разной высоты. Они будут зашиты стеклом. Может быть, здесь кому-то кажется, что это только начинается, но на самом деле это как раз активная фаза стройки. Основные рабочие пространства здесь поделены по логике клаб-офисов. Отдельные небольшие офисы с тем, что резиденты могут использовать общее пространство коворкинга. Технологии не новые, но классные. Коммуникация, кооперация, открываемся в Небри. С этой стороны будет амфитеатр. Есть ступеньки, которые идут вверх. И вот это общее пространство между тремя колоннами, оно будет использоваться как лекционное для всех мероприятий и других вентов, которые здесь будут происходить. В свободное от мероприятий время его можно будет использовать как просто chill-зону. На ней можно будет проводить встречи, общаться, есть бутерброды. Это здесь все поднимаются для того, чтобы фотографироваться на фоне. Достаточно тихо, несмотря на то, что внизу шумная улица. И очень большое пространство, и поскольку все остальные здания, они или относительно похожие высоты, или ниже, то здесь очень много неба. Это очень круто. Меня зовут Ваня Протасов, я архитектор этого проекта. Ваня Протасов, я архитектор этого проекта. Я архитектор этого проекта.